всем привет сегодня вопрос и ответ первый раз записываю 100 видео уже на канале это видео будет сто первым я думаю пора отвечать на вопросы может быть впоследствии будут еще какие-то вопросы и ответы но канал не развлекательный поэтому смысле делать это эту рубрику постоянно нет никакого во первых я хотел поговорить прежде том откуда берутся эти вопросы это наши средства коммуникации с вами кроме канала на ю тубе это основной основной инструмент для наших взаимосвязей так скажем комментарии под каждым видео комментарии на канале в основном это комментарии конечно под видео где вы задаете какие-то вопросы чтобы спрашиваете я стараюсь отвечать не всегда это получается количество видео растет поэтому я один найти на все ваши вопросы уже не успеваю отвечать есть еще ряд вопросов на как ответ на которые сразу так не сформироваться в голове у меня поэтому может быть оставлен без рассмотрения потом другой другое уже бывшие средства нашей коммуникации по определенным причинам уже бывшие это skype было в описании как под каждым видео у меня написан мой skype и в видео прошлых я говорил о том что вы пожалуйста звоните skype пишите я всем отвечу но по причинам того что участились случаи оскорбления меня именно посредством skype угроз в том числе я это дело прекращаю поэтому у тех пользователей моих подписчиков моих подписчиков у кого есть skype то есть кто хочет тот всегда найдет да или спросит я без вопросов да мой skype но так как здесь видите сложность в чем во-первых люди не привыкли думать о абоненте свои то есть не то чтобы думать ставить себя на место собеседника и просто допустим прислать заявку друзья а там что стандартный текст пожалуйста добавьте меня в список своих контактов вася пупкин например целую в десна вася пупкин но стандартный короче на что мне с этим делать у меня таких запросов десятки в день если я буду каждого добавлять в контакты там будет черт знает что и начинаешь писать а по какому поводу что случилось и человек помоги в прошивке хорошо начинаешь ему задавать то есть начинаешь ты ему уже пытать как будто тебе это нужно что за телефон что за марка какая прошивка что случилось и вот он тебе по два два три слова телефон то все дальше молчал что мне с этим делать но если уж тебе что-то нужно ну выложи ты сразу все какие проблемы помогите да даже на ты никакая есть некоторые прям тыкует ну знаешь как режет прям особенно это из наших южных регионов стандарт такого общения но бывает неприятно иногда на этот просто не обращаешь внимание потому что сам я не особо любитель на вы обращаться честно говоря не стараюсь все живут так вот не требовательно слушай дай мне при прошивку с кей начинаешь ему объяснять что я не занимаюсь не занимаюсь такими вещами готов помочь начинает грубить ты чё такое хиревшишь ну другим конечно слова вот 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 эти причины заставили меня отказаться нет конечно она остается но уже не так вольготно то есть не каждый встречный поперечный тупо будет мне писать добавьте не список контакт причем еще не с просьбой помочь нереально стоит помочь с угрозами оскорблений мне это не надо совершенно поэтому чуть ограничить и вот среди с этим когда я говорю там видео там звоните в skype не обижайтесь что уже skype в описании видео нет там есть ссылка на группу вконтакте тоже большое средство нашей коммуникации если кто вконтакте зарегистрирован то участник группа вконтакте либо первый раз приходит задает просто вопрос я всегда там стараюсь ответить и в том числе я очень рад тому что люди уже начали комментировать друг друга не то что только я отвечаю те подписчики которые в основном у меня уже есть подписчики которые активно просматривают мои видео смотрят комментарии отвечают на эти комментарии других пользователей я это очень сильно очень приветствую то же самое в группе вконтакте есть группа и в одноклассниках но она лежащие так сказать там подписчиков много но пользователи одноклассников максимум что могут сделать это поставить лайк сейчас оценку там оценку ты все молчу ну да ладно если группа также на фейсбуке есть сообщество канал youtube вообще на фейсбуке там тоже тишина есть twitter есть twitter пока вот только он начал развиваться я думаю ты твитя не твитя не как их назвать последствия будут что-то писать там комментировать что-то там ну как бы со своей ретвиты тогда вот в общем про наши с вами взаимосвязи перейдем к вопросам собственно я выписал 10 их штук постарался от первой до десятой расставить по приоритету пусть по чистоте и вот начало самые первые вопросы это суть не столько вопрос сколько как сказать в общем они состоят из многих но смысл и смысл один и тот же вот например давайте рассмотрим первый вопрос очень часто задаваем практически в каждом видео где я делаю какую-то прошивку что-то заливаю туда и люди дай ссылку но это просто дай ссылку либо каким-то образом дать просят скинуть вот этот ли контент либо прошивку либо что-то еще карты к навителу карту к гарнину где скачать почему ты не выкладываешь смысл выкладывать видео если у тебя нету никаких ссылок где это скачать а давайте по порядку ну во первых я не буду говорить что я какой-то принципиальный человек потому что поэтому я тоже хочу на счет принципиальности людей и снять отдельное видео но пока у меня она не совсем сложилась несколько таких нужно сделать то что в общем как звезды на небе встанут нужен положение я попробую это сделать но не будем отступать продолжим вот не буду говорить что я принципиальный человек поэтому я не выкладываю по объективным причинам потому что все каналы у меня то есть канал у меня группы другие какие-то вещи где я общаюсь с людьми покладываю видео текста пишу текстовые блоги у меня все аккаунты открыты я не собираюсь грубо говоря по лица тем что я буду какие-то сломанными ключами вещи выкладывать взломанный контент выкладываются карты разблокированы мне это не нужно мне не нужны претензии от права обладателя не для того я открывал это все затевал не для того чтобы на меня были претензии права обладателя я их прекрасно понимаю они работают это большая трудная работа и они хотят за эту работу получать деньги и правильно они создают поэтому если вам что-то надо найти не ленитесь в интернете есть все я пользуюсь поисковиком google например я такой же как вы пользуетесь и так же еще и для видео обзоров я частенько укладываю альтернативные пути это новые должны думать головой особенно но это касается навигационных программ смысл выкладывать например сегодня версию 91 даже если допустим мы я начну выкладывать сейчас дело запилю видео ссылочку на 91 версию пройдет месяц появится 92 версия то есть выйдет смысл тогда выкладывать все это все меняется также карты сейчас 3 квартала 14 смысл давать на них с это же не как бы не форум это видео будет продолжать висеть мне что его дальше удалять что ли я просто описываю как инструкцию и надеюсь на ваши мозги все-таки думайте головой прошивку к телефону дай прошивку я же не знаю какой у тебя телефон я же не знаю какой там например если у nokia у тебя product core подойдет эта прошивка не подойдет сейчас я дам ссылку ты завтра своими кривыми руками запоришь телефон и обвинишь меня в том что ты белый что я битую ссылку или какую-то не ту ссылку тебе дал смысл он не понимает здесь инструкции здесь рассказано как это сделать то что можно скачать то что не имеет лицензию то есть фрисофт пожалуйста у меня на сайте есть иногда даю ссылки на другие сайты где это все можно скачать и стараюсь выкладывать ссылки на официальные ресурсы они какие-то левые там сайты поэтому здесь можно не беспокоиться что я выложу ссылку на какой-то сайт где вы заразитесь заразить свой компьютер какими-то вирусником стараюсь этого не делать до программы некоторые они даже выложены на моем сайте ссылки где которые скачать эту программу если скачиваешь иногда некоторые антивирусники ругаются и по понятным причинам потому что там есть какой-то код который даже те же драйвера иногда ругаются когда их устанавливаешь винда сама ругается вот ну что по первому вопросу дай ссылку надеюсь я объяснил ссылки и в общем под подведем итог под первым вопросом ссылки я на то где скачать программу я всегда дам где скачать взломанную программу я не дам ссылок и можете не просить также карты другой контент взломанным программам я не даю может быть кому-то к сожалению но все же вот те причины я которые я написал они мне не позволяет это сделать второй вопрос как прошить а то у меня что-то не включается это тоже такой вопрос который я написал на основании ваших запросов как прошить но вот у меня например видео после это способ прошить существуют другие способы прошивки не нужно думать что у меня какая-то не знаю единственная такая инструкция и кроме меня никто ничего этого не не знает и не умеет и других способах не существует их полным полно я уверяю вас и я тоже когда-то учился это делать по чужому контенту а что же делать жизнь такая ну и связи с этим возникает другой вопрос а почему ты решил его прошить что-то у тебя не включается телефон кто тебе сказал что это дело в прошивки начнем с того для того чтобы какие-то манипуляции с телефоном производить нужно что-то выяснить даже когда ты покупаешь новое устройство зачем к нему прикладывается инструкция коробочка ты достаешь его новенькая ну и где свой девайс там есть инструкция даже холодильник тот же купил есть инструкция не знаю кто их пишет наверное они не для русских людей это факт что мы не любим читать инструкции нам это не надо мы единственно смотрим вот она инструкция конец ее там может быть гарантийный талон в ней есть и чек прикол все что нам нужно и как подтверждение того что мы его купили в своем магазине не стыри вот все для чего нам нужна инструкция но она же пишется бумаги куча изводится на это дело да бумага еще такая глянцевая четко вот вам написано что можно что нельзя так же и здесь когда ты собрался что ты вот ты пользуешься что-то случилось с ним и здесь нужно подумать головой раскинуть мозгами что у тебя случилось телефон почему ты лезешь в прошивку ведь эта прошивка может оказаться не дело не в прошивке ты завалишь телефон свой кого потом ты будешь винить себя и кто тебе что-то насоветовал нужна диагностика хотя бы самое самое элементарное который ты сам можешь сделать себя дома проверить заряд аккумулятора там например контакты этого аккумулятора с контактами материнской платы попробовать как-то более совместить даже простое простое передергивание батарейки на самсунгах помогает у меня в пастерскую приходят люди бээ потух телефон вай-вай-вай что делать открываешь крышку вынул ставил аккумулятор закрыл крышку включил все работает вах чудо да говорю чудо вот и все бывает так причине исправности телефона в общем дохера и больше дело не всегда в прошивке третий вопрос где скачать программатор ну да я снимаю видео инструкцию как с помощью программатора прошить какое-то устройство сделать программный ремонт какого-то устройства с помощью программатора и люди особо ну я не знаю может не досматривают виде может слушают в одном ухе там плеер музыка играет другими одним глазом смотрят программатор я стараюсь показывать показывать что это устройство это устройство с помощью которого заливается прошивка сама пара и к нему какая-то программа идет они видят программу и думают что вот эту программу сейчас скачаешь это и есть программатор нет это устройство я скажу вам это устройство которое продается за деньги либо делается берется схемка в интернете программатора для своего для именно своего своей микросхемы паяльник в руки если схема месчатая на радиорынах покупаешь радиоэлементы плату вытравливаешь и делаешься программатор и так тоже можно делать ну как покупают вот я покупаю четвертый отвяжет ли прошивка от операторского лока нет ребята не отвяжет у меня есть одно видео не помню какой-то там самсунки показываю как прошить и с такими с тем условием что возможно ты отвяжет над оператором белая не кстати там парень инструкцию скинул какую-то серега типа попробуй никак руки не дают вот ну нету сейчас такого телефона донора чтобы даже попробовать заложено а так в голове держу постараюсь хоть он их спам попал кстати друг если ты смотришь твой вопрос то есть нет ни вопроса вот это серега попробую эту инструкцию поэтому самсунгу попал он спал и я честно говоря его там и держу не обижайся братик почему потому что так он потеряется а так спам у меня четыре там спамов сообщения остальные я удалил но лежит и и она как бы мне доступнее чтобы они под не потерялась вот так что для то для отвязки от операторского лока ведь оператор луч по и мы и мы как бы это немножко другая вещь 5 не работает сенсор lumia это касается 120 620 lumia ну и других моделей вот на windows phone то есть не работает сенсор после прошивки да друзья мои это известная проблема если ты менял сенсор то есть поставил не оригинальный сенсор а по умолчанию любой купленный хоть ты и ты смотри в интернете в магазине хоть там кожурными цифрами то есть буквами тебе напишут оригинал сто процентов или двести процентов оригинал не верьте этому никто не продает налево направо в интернет магазинах оригинальные сенсора оригинальная деталь это оригинальная деталь снятая с другого телефона и поэтому вы получаете вы ставите не оригинальный сенсор где-то в мастерскую лесами все у вас прекрасно работы мы потом решили обновиться по воздуху ну или с помощью мсу и все и сенсор у вас не работает телефон работы с инструмент выход откатывать на старую версию прошивки так 6 вопрос а да ну это как бы не то что вопрос а некая претензия что друг типа ты неправильно вставляешь флешку вставляешь вынимаешь флешку то есть надо через безопасное извлечение я это знаю ребят реально знаю очень давно еще с тех времен когда я только начал компьютером пользоваться в школе сожалению информации у нас не было потому что тогда еще был его и первым появился меня на школе еще ну наверное во второй половине обучение мы далеки были от этого вот я знаю как вытаскивать флешку правильно но ты но сам этого нить и вас в этом не делание прошу меня не слушать делайте правильно через безопасное извлечение флешки так это сделал не так просто это все нужно делать через за если ты хочешь сохранить информацию на своем сменном носителе делай с под винды и из под линус из того же безопасное извлечение особенно через ли я особенно из-под линукса ребят если вы что-то заливали туда какие-то файлы на свою флешку с линукса делать обязательно безопасное извлечение я уже с этим столкнулся сам почему у меня у них есть сильный диск жесткий и вот вы знаете как странно работает комп на линуксе да вставляешь шнурок чем туда скидал скидал видос там музыку на эти жесткие диски и по привычке как на винде дерг шнур и пошел другой компьютер уже на винде почему потому что обработать видео можно на линусе это практически нереально вот вставляешь и все он пипикает 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 он не видит то есть не нахуй драйвера как бы не нахуй для этого пока ты опять его не отнесешь на линукс ставишь извлекешь из безопасном режиме то есть через извлечение извлек вынул опять виндовый компьютер ставил все все ништяк все считается вот это да и здесь правильно ну вот на винде я ни одной флешки не убил я всегда ее вытаскиваю просто выдергиваю любую флешку из дешку и избежку жесткий диск свойств внешний телефоны я всегда выдергиваю а с другой стороны вот смотри на винде но на линуксе есть безопасное извлечение такая функция но флешка же вставляется не только в компьютер например ты его стадию став видеорегистратор как из видеорегистратор особенно китайского ты вынешь безопасно свою кожу да никак ты просто ее выдернешь и как же здесь какая инструкция для пользователей видеорегистратора навигаторов каких-то я не знаю мы телефоны есть тоже сбоку слот когда можно не вынимая батарейки вынуть флешку хотя на телефонах есть такая функция на смартфонах ну вот ну в общем вот так но я человек объяснил он принципе не обиделся он понял меня нормальный адекватный человек так седьмой вопрос снёс все нахер теперь не включается навигатор нет ключа ну здесь зачем ты снёс все нахер то ну не включается навигатор у тебя нет ключа вот но этот вопрос мы еще позже рассмотрим я не знаю даже сам написал а теперь не знаю как мне ответить вот я просто как бы хочу совет дать вам не знаю вот если вы какое-то вмешательство не забывайте про голову она вам дана не шапку носить а думать все таки надо прежде чем что то сделать да бывает такое что нечаянно нечаянно не подумав но это видишь уже твоя ошибка что тут делать не подумал выход всегда есть конечно выход найдется но вот насчет ключа если ты удалил ключ например от навитела да навител программа она идет рядом лежит регистрейшн кейс устройств иди твоего устройства и к нему ключик от твоего навитела официально это устройство должно быть как бы известно навитела потому что китайцы делают очень много разных на винде устройств и не все попадают не о всех знает поэтому для того чтобы все сохранить купили вы такой навигатор с навителом зарегистрируйте вы его на вид на навителе на всякий пожарный зарегистрируйте потому что если вдруг ключик у вас пропадет вы хоть может сможете восстановить его если не зарегистрировано было устройство здесь уже можно либо крякнутой версии пользоваться и либо покупать опять ключ так ну ладно поедем дальше восьмой вопрос зачем обновлять через айтюнс проще по вай фай да там просто ребят некоторые ругались у меня есть такое видео так обновить iphone через айтюнс так примерно называется что глаз дергается вот я там объясняю да люди ругаются какой дефолу зачем вводить в дефолу у айтюнс режиме там например ну я же не просто так продыху и айтюнс режиме и проще по вай фай да там пару кликов прям с экрана я тоже у меня тоже iphone и не один и ipad был я их обновлял по воздуху и не раз ничего страшного но работая в мастерской мне частенько приносит телефоны со шнурку войти на срежиме типа рекавери да ой обновлял и после обновления вот именно что человек обновлял и вот у него за шнурок все типа подключить и консенсу в основная масса этих самых apple пользователей она не дружит с компьютером вот так у нас так нашем регионе так не покупают iphone магазине компьютер включить а включить они смогут так компьютер но войти в одноклассники возможно смогут если там браузер настроен ну вот есть такое дело и это следствие обновления по воздуху когда вышла восьмая ось айос 8 прям шквал просто мастерскую один с другим стояли люди с этими шнурками уже с красным блять айтюнсом почему люди на восьмую ось а она весит то блять поболее уже если та же седьмая весит на четвертые плите а на 4s прилетела обновление повисла на 5 на 5s и стоят что делать фишка в чем конечно же они не сохраняли с это самый цифровую подпись на копе не сохраняли никаких резервных копий тоже не делали на компьютере данные уже однозначно потеряны потому что делаешь из другого компьютера никаких данных но кто в околке сохранился тут что-то может еще достанет это и телефон и планшет если он на восьмую ось начал уже прошиваться то есть там модельную часть по-моему если он зашил то назад ты уже его не откатишь ты можешь на восьмую ось только опять же его прошить либо обновить либо прошивку скачать что я вам тоже хотел бы посоветовать но я по этому поводу запишу отдельное видео как скачать прошивку apple на компьютер и прошить ее потому что сбоев очень много вай-фай нестабильное бывали еще такие люди интересные это не только apple устройство и android устройство пошел с другом в кафешку например пить чай в кафешке вай-фай а он под руку ему что это там тебе говорит обновить что-то не обновишься о да дай-ка я обновлюсь чук-чук-чук начал обновиться положил попил чаю ла-ла-ла бла-бла-бла и пошли с кафешки телефон в карман пошел а телефон обновляется качает прошивку и что ему делать этому телефону телефон в панике ой надо позвонить что-то мне никто не звонит там шнурок висит или вообще черный экран ну бывает и такое поэтому смотрите есть версия прошивки а есть релиз прошивки а например apple ios там например 7.1 прошивка версия 7.1 да а потом идет 0.4 или 7.1.4 например 7.1 это версия или даже 7 версии а 4 это как бы релиз с дополнениями улучшениями и новыми обновлениями но это седьмая ось все равно по воздуху с седьмой на седьмую ось более выше с новыми обновлениями ты по вай-фаю спокойно поставишь но даже вот если ты переходишь с седьмой на восьмую ось здесь то будь аккуратен и я не знаю сколько процентов 50 процентов если ты не в москве если у тебя еще вай-фай не такой уж скорый тебе дают 50 процентов что шнурок высветится и ты побежишь в мастерскую либо сам через компьютер добьешь его но данные уже под вопросом может это уже другая версия она уже по другому будет шиться она будет уже качаться полностью не только обновление докачиваться по вай-фаю она будет полностью качаться это займет больше времени и любой сбой любой сбой по вай-фаю приведет к проблеме вот это вопрос восьмой вопрос надеюсь ответил не знаю все как-то я субурно эмоционально начал делать так девятый вопрос как поставить андроид на бада да много таких вопросов сколько телефон на баде на баде как туда поставить андроид да еще были вопросы по лжишке кп500 где я там прошиваю а как туда андроид поставить ну ребята ну ну хороший ерундой страдать как люмию на андроид ну если ты хочешь андроид ну что ты люмию покупаешь или баду не нравится то продай то ей выстави на том же авито продай то купи ты себе андроид если тебе нравится андроид и не советую тебе покупать вот такой вот за 1700 рублей на билайнерском блоке на хрен тебе такая нужна что если ты хочешь устройством пользоваться нормально пользуйся на лжишке кп500 что там за процессор то вообще как тут андроид поставишь а что там камера что ли нормальная и на хрен ну просто интерфейс красивый который будет ключить этот сенсор да не стоит это просто заморачиваться и извращаться это просто извращение тоже это какой-то садомазохизм десятый вопрос а десятый вопрос это вот так не вопрос суть а несколько хотелось поговорить про сохранение гарантии при прошивке обновлений добавлений контента да про это стоит тоже задумываться иногда людям не нужна никакая гарантия им нужно просто работоспособное устройство но не всегда так бывает бывает люди те купили новое устройство что-то случилось например с прошивкой и тут люди задаются вопросом как бы сохранить еще гарантию то есть если он пойдет в сервисный центр официальный свой чтобы его там не завернули по той причине что у него левая прошивка например левая прошивка это любой кастом любой кастом у ноки левая прошивка это когда продакт код под аккумулятором на этот телефон не совпадает с продакт кодом прошивки телефона поэтому если швете ноки это продакт код самсунги андроиды официальная сервисная прошивка есть всегда шейте ее но основной способ это один никакая гарантия у вас не пропадет потом гарантия про навигатор я уже сказал в принципе все что хотел сказать в конце хочу вас опять же поблагодарить за активное участие в жизни нашего канала наших сообществ наших под словом наших да есть у нас в мастерской многие многие люди не только в мастерской не только в одной мастерской я сотрудничаю с многими ими но работу ту которую вы видите провожу я день поэтому я лично вас благодарю за все то что я вам сказал за ваши комментарии за ваши вопросы даже когда вы меня иногда оскорбляете это конечно плохо иногда меня расстраивает я уже просто меньше на это реагирую ставлю баны не думайте что если вы начнете меня оскорблять я спущу это на тормозах может и спущу а может быть просто в бан насчет скайпа кто повторяюсь кто ищет кому надо тот всегда найдет халявщик по-прежнему не удовлетворяю если вы милый друг халявщий и хотите не хотите напрягать свои извилины в голове и прикладывать при этом свои руки к труду то от меня вы ничего не добьетесь я думаю да иногда их прям сразу видно то есть человеку во-первых лень досмотреть дослушать и вникнуть в суть происходящего в видеопроцессе он задает те вопросы ответы на которые в самом видео существует это уже видно потом задает вопросы как сделать не пытаясь даже имея эту инструкцию на руках не сделал никакой попытки повторить оляпщик ну буду прощаться всем спасибо за внимание всем добра позитива желаю здравствовать и радоваться пока 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 пока